Всем привет! С вами Сакура. И сегодня у нас пустые баночки. Очень хочется вступить в новый месяц без этого хлама, поэтому их немного, но давайте приступим. Первое, что покажу, это шампунь Бьюти Са. Написано шампунь и кондиционер с оливой. Этот шампунь, просто шампунь, кондиционером здесь, как говорится, и не пахнет, потому что консистенция воды. То есть это очень-очень жидкое средство, очень большой расход, неудобно пользоваться. Как вы понимаете, с ладошки все это как бы скатывается. Ну, вода, просто вода. Если отбросить это, то это посредственный шампунь, обычный, пахнет в принципе приятно, оливой. Но советовать не буду, потому что неудобно пользоваться, и кому нужно воду на голову лить. Ну, так вообще пенится нормальный. Следующее, это у меня шампунь от Новой Зари, береза и липа. Очень классно пахнет этот шампунь. Он пахнет действительно липой, очень сладенько, по-весеннему, поднимает настроение. Но этот шампунь, как и предыдущий, по консистенции просто вода водой. И его нужно очень много, чтобы действительно вспенить пену, хорошо помыть волосики. Очень небольшой расход у этого шампунчика. И если вы хотите шампунь от Новой Зари попробовать, то лучше пробуйте другого формата, не вот такого вот, типа мини. А там большие бутылки есть, там консистенция совсем другая. Но так тоже, в принципе, шампунь, как шампунь, никаких негативных восприятий у меня не вызвал. То есть, ну вот аромат даже очень понравился. Так, ну, жидкий слишком. Следующий, это у меня от Джон Фрида кондиционер. Хороший кондиционер, да, действительно разглаживал волосики после шампуней. И он какой-то невзрачный, что ли. То есть, ну, вот я его использовала. Он хороший, но не возникло желания повторить покупку. Наверное, так. Какой-то не произвел впечатление, что ли, не знаю. Следующий, это у меня от Royal Skin. Пенка для умывания. Это корейский производитель. Продается вот эта вот туба в картонной упаковке. Пахнет лимончиком немножко так, не ярко, но пахнет. И, ну, это корейская пенка. Но, знаете, это не корейская пенка, к которой мы привыкли, которая невероятно сушит кожу. Нет, это более лайтовый вариант. Поэтому, если вам хочется умываться чем-то корейским, ну, более щадящим, то попробуйте. Так вообще нормальная пенка. Следующая закончилась у меня. Это от The Body Shop. Из серии моей, обожаемой серии с потрясающим медовым цисточным ароматом. Маринго. Это вот такой вот маленький скрабик у меня был. Классный скраб. Он нежный, то есть деликатный. И здесь такие скрабирующие частички были разноцветные. Даже какие-то синие вкрапления были. Очень приятно было им пользоваться. И, кстати, я думала, что вот этого объема очень там вообще. На один раз даже не хватит, но хватило на два раза. Мне понравился скраб. Классно. Вообще от The Body Shop скрабы очень классные. Аромат вообще потрясающий. Следующая закончилась у меня. Биоре. Это салфетки для снятия макияжа. Они очень классные. Снимают хорошо макияж. Любой макияж. Даже супер креативный, яркий. Там, где есть и подводка, и цветные тени. Не знаю, карандаши, туши стойкие. Все-все-все снимет. Хорошие салфеточки. Вообще Биоре классно снимает макияж. Следующая у меня закончились. Вот такие вот два патча. Моделирующая маска для кожи вокруг глаз. Гидрогелевые. Вот в такой коробочке они идут. И из другой коробочки у меня еще закончилась восстанавливающая маска для кожи вокруг глаз. Вы знаете, по-моему, они, ну, на мой вкус, они одинаковые. Мне просто нравится ими пользоваться. То, что их, они гидрогелевые. Налепил и ходишь, делая, что хочешь, они никак не отпадут. Не куда-то не улетят. Не знаю. Потому что есть такие патчи, которые нужно лежать и не двигаться. Хорошие патчи, но больше баловство, чем, возможно, надеюсь на какой-то накопительный эффект. Освежающий эффект есть, конечно, такой вот глазки свеженькие, бодренькие, но не более. Закончились также маски от Сетоэ. Вот такие вот две тканевые маски. Они идут вот в такой вот коробке. Это у нас для лица сужающие поры. Ну, я не заметила такого эффекта, что это прям сужает поры эта маска. Это просто, ну, вот тонизирующая масочка, я бы назвала. Освежающая, ну, не более. Повторять покупку я бы не стала и не советовала бы. Потому что, девчонки, если ищите маску сужающей поры, то это не она. Следующее. Это у меня вот такое вот мыло. Лепетит оливье с оливой. Потрясающее мыло. Обалденное. Просто рада, что познакомилась с этой маркой в целом. Мыло большое. 250 грамм. Оно пахнет действительно оливой, эфирными маслами. То есть, натурально, приятно. В ванной стоит вообще потрясающий аромат. И оно не раскисает. Оно не трескается. Даже если в мыльницу попала вода, ничего с этим мылом не случится. Оно не теряет форму. Классно мылится. Кожу не сушит. И, конечно, дело в том, что это, ну, наверное, не минус. А то, что кусочек большой, изначально неудобно им пользоваться. Но это уже можно, конечно, и на два кусочка. Это все дело разрезать. Очень классное мыло. Девчонки, если вы увидите, обратите внимание. Потому что очень крутой продукт. Следующее покажу. Это у меня от The Body Shop. Совсем недавно показывала в покупках и хвалила. Это у меня бальзамчик Born Lipi клубника LOL. Девчонки. Буквально через три дня у меня появилась на него аллергия. Я очень расстроена. Классный вообще аромат у этого бальзама. Вот так он выглядит. То есть он придает губкам некую даже перламутровость. Аромат потрясающий. Пахнет клубничной жвачкой. Я так радовалась, что у меня на него не случилась никакой аллергии. Но, к сожалению, увы, я почувствовала покалывание. У меня начали опухать губы. Я это все, конечно, смыла. Но поняла, что все, хватит экспериментировать и пробовать бюджетные средства для губ. Потому что аллергия – это дело такое. К сожалению, приходится выбрасывать. Так вообще приятно. И на губках, в общем-то, тоже приятно лежит. Ой. И поэтому я решила вообще от всех бюджетных средств для губ избавиться. И больше к ним вообще не возвращаться. Раз я уж такая вредина, аллергик. Выбрасываю от Евы мозаик бальзам для губ. Здесь у нас черешня. Вот моя такая тейка. Соломошка покусала его весь. Но бальзамчик действительно имеет аромат от черешни. Аллергии у меня не вызвала. Но вот я боюсь, поэтому тоже выбрасываю. Следующий тоже вот такой вот бальзамчик Summer Love. Бальзам для губ с оливковым маслом. 99% органика. Действительно, аромат очень приятный. Такой летний. Немножко цитрусовый. Какой-то такой фруктовенький. Действительно, вдыхаешь и чувствуется вот какой-то лет, цветы. Солнце, возможно, пляж, не знаю. Тоже выбрасываю, потому что, ну, боюсь очень. Вот такие были мои пустые баночки. С вами была Сакура. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok